всем владельцам iphone mini посвящается двадцатом году во времена тотальных ограничений перчаток масок и санитайзеров вышел iphone 12 mini будто бы специально для тех кто к тому времени устал от постоянной гонки увеличения диагонали смартфона но что-то пошло не так и спустя два года мини больше не выпускаются а на смену ему появился антагонист серия плюс за это время успела сформироваться целая комьюнити обожающих iphone ми специально для вас 2024 году я проведу с 13 мини целый день поставлю на него ios 18 bet q2 тем самым мы узнаем каким стал этот смартфон а главное каким бы он мог быть не остановись его производства это канал джаз куз меня зовут александр поехали сегодня 13 мини можно успеть купить новым что я и сделал на 128 гигабайт за 65 тысяч рублей ровно столько же на секундочку стоит iphone 15 на 128 гигабайт но ценители минималистов это не страшит почему так новый базовый iphone 13 стоит около 50 тысяч а мини то вообще еще должен стоить дешевле незаурядным iphone мини сделал конечно же его размер маленький а значит удобный отвечающий всем современным требованиям спорткар в мире смартфонов бытует мнение что iphone и мини провалились но мало кто знает что продажи iphone 12 мини вошли в топ-10 среди всех смартфонов за тот год 12 мини было продано аж 14 с половиной миллионов причем тот список на секундочку не попал ни один флагман от android извините не так давно я начал заниматься теннисом занимаюсь я с утра это заряжает меня энергии на целый день но пока я заряжался мой iphone мини стремительно терял заряд давайте смотреть у меня осталось 80 процентов батарея из них два часа прошло после того как я проснулся 30 минут я полистал интернет посмотрел youtube смотрел instagram сделал кстати пару классных фоток и снял один рилс ну что 80 процентов у меня примерно также осталось после какой тренировки поэтому давайте дальше поехали смотреть после тренировки нам нужно покушать и вот так раньше выглядел мой навигатор и будет он выглядит теперь вот так что мы сделаем мы сейчас включим навигатор не будем ставить на зарядку хотя в машине зарядка она обязана быть и посмотрим сколько батареечки потеряем вот у меня 77 процентов куда делись три процента вот пока я дошел до тачки я не знаю поехали перекусили полезной и здоровой блогерской пищей и даже успели сделать пару фоточек на память одну грустную ну а вторую жирную но в режиме портрета ну что друзья немного статистики вам 70 там один ладно был процент короче за 15 минут 5 процентов мы потеряли 4 6 то есть получается за час вам нужно сколько 20 процентов израсходовать батареи если вдруг у вас отсутствует зарядка зарядка в машине поэтому но для миника блин уж точно нужно иметь всегда зарядку иначе но никуда вы не доедете 0 доедете но никто вам уже не позвонит ну что тему за кроссовочками едем пока мы пересекаем поперек летнюю столицу я расскажу об установке ios 18 на iphone мини точнее о ее бета-версии вот так выглядит рабочий стол после установки на него последнего обновления я специально дождался выхода 2 беты так как там исключены все косяки 1 беты а там их было немало в ios 18 добавили много такого давно не было так много что теперь iphone стал называться андроидом но одна из лучших функций это все-таки дублирование экрана iphone на макбуке и теперь неважно minion или про макс управлять прямо с ноутбука и нужно учитывать что в ios 18 бета расход батареи происходит значительно быстрее чтобы не пересказывать все функции которые есть в ios 18 просто посмотрите мои шорты об этом обычно я рассказываю там для iphone и mini не нужны некоторые функции ios 18 такие как расположение иконок в любом удобном месте его размеры и так делают весь экран удобным потерянное чувство удобства использования смартфона только одной рукой действительно подкупает после про макса это прям положенство сюда же отнесу и удобство нажатия на клавиши громкости которые не отнимут лишних усилий на поиске баланса и не знаю вот какую нотку слышите вы когда держите iphone mini но лично для меня mini это словно портал во время когда я держал iphone 5 вот не хватает только touch айди я уверен среди вас есть те чей палец помнит нажатие на тот самый сенсор поэтому поставьте этим самым пальцем лайк этому видео спасибо после покупки мы решили что этим теннисным кроссовкам необходим тест-драйв большой теннис сегодня уже был да и рассказываем мы о телефоне с приставкой mini поэтому и теннис подобрали подходящий не подумайте что мы фрики раз мы играем айфонами вместо ракеток нет это не так просто но вы все уже поняли что я люблю большой теннис но так как это мини мы решили сыграть в малый поэтому здесь хочется больше все сказать про размеры потому что на самом деле размер айфон мини он является и главным преимуществом и главным недостатком мини как швейцарский нож маленький удобный и гиперфункциональный карманы вообще-то любит менее потому что они их не выпирают он невероятно легкий его крайне сложно выронить из рук трудно найти легко потерять и невозможно забыть кажется это великая цитата эпохи статусов соцсетях была придумана именно для него но рядом с этим очевидным преимуществом скрывается и главные внешние недостатки айфон мини обладатель экрана скромного размера и это век когда все без исключения если не верите просто проследите за собой часами глазеют в этот самый экран работают играют смотрят видео или листают альбом с фотками с маленьким экраном делать это конечно не так интересно смотря в экран я постоянно думаю какой же ты маленький но исключив свой 15 pro max от повседневного использования я вспомнил что человек ко всему привыкает но конечно же не все привычки бывают полезными я также не могу привыкнуть к таким играм как паб джи вернее к играм где множество разных деталей а вот игры типа сабвей серферс томб райдер или любые тайм киллеры особого неудобства не доставляют но и играть в них не так интересно могу честно сказать что без проблем яркости экрана хватает в этом плане миник абсолютно адекватен и классно подходит под солнечную погоду кстати надо заметить то что я в течение всего дня по сути пользовался им на максимальной яркости экрана это невероятно жрет батарею это один из тех факторов почему так еще быстро садится батарея сейчас солнышко погодка классная поэтому это нужно учитывать просто обязательно айфон мини это уменьшенная копия iphone 13 а значит и 14 если мы говорим о камерах так как разница там совсем не велика если уж тут был еще и динамический остров то и на iphone 15 я доволен камерами никаких претензий я не испытываю для того чтобы выполнять обычные базовые задачи или делать хорошие фотографии главное с прямыми руками с уверенностью можно сказать что гонку за любовь покупателя iphone мини проиграл уж точно не из-за камер интересно было бы посмотреть на айфон мини с приставкой про с телевиком которого конечно не хватает если он у вас когда-то был после теста камер мы подошли к главному недостатку это его автономность всегда хотел я себе миник всегда вообще когда он только вышел одну ну вот все это прям мой будущий смартфон реально и на самом деле в этом парадокс парадокс в том что он самый желанный по крайней мере для меня был но в то же время и стал непопулярным кто у нас у нас уже 30 процентов вот реально в друзья просто как года мимолетно летят также летят и проценты в айфон мини сейчас практически 5 часов вечера и осталось 30 процентов я ничего суд ты не делал на нём ну да поснимал камеры и если бы меня попросили показать автономность айфона мини в сравнении с айфоном 15 про макс то этот тест выглядел бы вот так и Самый желанный и самый непризнанный айфон – главный яблочный парадокс. Почему же так случилось? Контента стало больше. Больше настолько, что без его активного употребления некоторые люди реально ощущают ломку. Ну, такова действительность. Смартфон теперь не просто крутая камера из соцсети. Через смартфон подавляющее большинство из нас получают нужную и важную информацию. Читают новости, смотрят YouTube, кино, погружаются в головой в онлайн-игры и находят там друзей. И даже любое. Но на все это нужно время, терпение и мощный аккумулятор в смартфоне. А, я думаю, сейчас ты заснимешь это, как он прям сядет. Он сел? Да. Все. У меня был 1%. И сейчас 8 часов вечера. Мне хватило на практически 11 часов. Я не прям сильно его юзал. Но, тем не менее, так как мы снимали сегодня целый день обзор, то он как бы был использован предостаточно. Да, и, конечно, остаться в 9 вечера без смартфона – это обидно. Айфон мини не смог соответствовать духу времени. Точнее, смог. Но лишь для той части населения, для кого эргономика и удобство приношения важнее нескольких дополнительных часов работы. Айфон мини для тех, кто прошел интернет без сохранения. Много ли таких среди нас? И знаете как? Единственная надежда увидеть новую модель айфон мини – это дождаться технологического рывка в области развития аккумуляторных батарей. Когда объем аккумулятора, не будет зависеть от его размера. Но, когда эта технология будет достигнута, скорее всего, мы уже не будем говорить о смартфонах. На этом все, друзья. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Меня зовут Александр. Это был канал Just Use. Всем пока-пока.